МОЛНИЯ В рамках сессии «Эффективная политика» Всероссийского молодежного образовательного летнего форума «Территория смыслов» во Владимирской области провел встречу с московской молодежью и председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму, туризму. Дела молодежи Михаил Дегтярев. Парламентарий рассказал о новом для нашей страны термине – экономике свободного времени, который впервые вводится на политический уровень. Цитата. «Вокруг нас существует экономика свободного времени. За рубежом уже поняли, что экономика свободного времени – это один из главных ресурсов современного общества. За этим стоит огромный оборот денежных средств в сферах предоставления услуг, развлечений, ресторанов и гостиничного бизнеса, перевозок, рекламы – всего, чем люди занимаются на досуге, вкладывая свои финансы. Сегодня экономика свободного времени приобрела более масштабную форму, чем известная нам индустрия гостеприимства. Это нужно осознать и начать грамотно управлять этой сферой, как одной из стратегических в развитии экономики страны в целом», – заявил Михаил Дегтярев. Депутат ЛДПР также ответил на вопросы о туризме во Владимирской области. Цитата. «Регион является одним из флагманов развития туристической отрасли в России. В рамках Чемпионата мира по футболу реализован культурный проект, посвященный историческому наследию Владимирской области. Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. За это время с областью познакомились более 530 тысяч гостей. Хочется также отметить популярность туристического маршрута «Малое золотое кольцо» Владимирской области, который включает в себя Владимир, Суздаль, Муром, Гороховец. Практически все эти малые города имеют тысячелетнюю историю, хранят ценнейшие памятники русской культуры, начиная от ее истоков и до современности. Туристический поток в 2017 году составил 4,6 миллионов человек, что является очень хорошим показателем», – отметил Михаил Дегтярев. Перед участниками форума выступил руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский. Парламентарий посоветовал участникам Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» учить историю, чтобы давать правильные оценки событиям, происходящим в стране и за ее пределами. Специальный репортаж смотрите далее. Лидера ЛДПР Владимир Жириновский! Я согласен, что это вся традиция, все выражать через такой хороший положительный клик. Ну, в наше время этого не было. Очень часто вам говорят, вот такое-то явление происходит в нашей стране, или там за рубежом. А почему – не объясняю. И тогда вы оценку немножко правильную. И самое главное – превратить на букву человека. Ну, вот, мне кажется, сейчас я прогоню быстро темы, которые вас могли бы интересовать. Пенсионная реформа – это что? Пожалуйста, любой вопрос. Пенсионная реформа, пожалуйста. Значит, здесь я единственный депутат в Госдуме, который занимался зарубежными пенсиями много лет. Оформлял их и изучал пенсионное законодательство. И у нас не только пенсионные реформы, но и все остальное делается сверху. И поэтому у нас очень часто бывают провалы, проколы. Сверху – это несколько чиновников. Они не могут быть, так сказать, семипядей во лбу. Надо, чтобы снизу все инициативы шли. Вот здесь организовали встречи, чиновники решили, сверху. Вот, говорит, встречайтесь со своим партийным активом. Раньше я приезжал, и весь форум садился. Я с ними работал. Потом приезжал к Сюганов, к Миру, ну всех, кто хотели. Сейчас поломали. Почему – непонятно. И потом общая дискуссия по ней. Ну, почему это происходит? Так и пенсионная реформа. Я сам был член Национального совета по проведению реформы в 2002 году. 16 лет назад. Ну, мы предложили. Значит, страховая пенсия накопительная. Я предлагал взять за основу французскую систему. Чтобы человек сам формировал свою будущую пенсию. Вот пошли вы работать 20 лет. Выбирайте кассу свою по профессии. Шахтер, дальнобойщик, врач, юрист. И бухгалтерия говорит, один процент здравоплаты переводить даже месяц в пенсионную кассу. Потому что смысл пенсии в чем? Вы могли бы деньги копить в банке. Тоже указание дать бухгалтерии. Но тогда вы получите только те деньги, которые вы накопили. А смысл пенсии, что она выплачивается до смерти. И долгожители выигрывают. Скажем, они накопили пенсионные платежи на 10 лет до жития. После ухода на пенсию. А живут 20 лет. А другой вымер через год после пенсии. Вот его деньги идут долгожителю. А он, так сказать, получается, работал на чужого дяде. Там западная система по-другому. Там платежи, которые вы копили всю жизнь. Это ваше наследство. Если вы умираете, а любой пенсионер должен умереть, жизнь, он умрет. То это не идет другому пенсионеру. Или государству. Ваши наследники это получат, как наследственное имущество. И тогда, как бы, будущему наследователю приятно, что, да, он не успел пожить на пенсии. Но эти деньги пойдут его внукам. У нас этого нет. То есть вы не знаете, сколько вам положено. Поэтому сейчас смысл реформы пролить возраст. Это опять мы запаздываем. Опять сверху чиновники. Еще давно уже было в повестке дня, что нужно продлевать возраст. Во всем мире давно уже 67 лет. И для мужчин, и для женщин. В середине века будет 70 лет. И для мужчин, и для женщин. Поэтому когда сверху делают что-либо, это чаще всего хуже получается, чем когда снизу. Вот выборы. Центр избирком работает не с нами, участниками выборов, а с чиновниками. Что чиновникам надо? Вот это они делают. Выборы в сентябре. А почему не в апреле? Чего сейчас лето? Миллионы людей должны остаться дома. 9 сентября выборы через месяц. Зачем? Давайте в апреле проведем. А летом тотальный мертвый сезон. Июль-Август никто не работает, не учится, все отдыхают. Все останавливается. Работаем, учимся 10 месяцев в году. Еще что можно сделать. Учебный год для всех, школьники, студенты. С 1 октября, когда мы продлеваем теплый сезон для нас, для всех. Июль-Август хорошо и в Москве, и в других городах. Сентябрь на седре уже плохо. А юль еще хорошо. Никто не делает. Почему? Не слушают то, что хотят люди снизу, а группа чиновников. Поэтому наша страна вострадает от того, что все сверху. И только чиновники. То там они и есть чиновники. Там наверху нет другого типа людей по профессии. Но я много лет говорю, давайте перевернем эту модель. Снизу все делаем. А кто наверху, они выполняют. То, что мы предлагаем снизу. Это же смысл демократии. Потому что это власть народа. Но пенсией молодые годы не хочется заниматься. Вам это противно. Какая пенсия, когда у вас учеба еще идет, может быть, кому-то еще надо в брак вступать, там, может быть, квартиру как-то получить свою. Какая пенсия? Я даже сам, когда за зарплату занимался пенсиями, мне было сколько лет? Ну, 40 лет. Мне это было противно. Мне казалось, что далеко, какие там пенсионеры. Но мне платили зарплату. Как юрист я помогал оформлять пенсии нашим гражданам, которые когда-то работали во Франции, в Бельгии, на шахтах. И там заработали пенсию. А уже возраст наступил, когда мы стали советскими гражданами после 1939 года. Поэтому, мне кажется, у вас это совершенно не интересует. И в чем-то правильный. Давайте дальше. Микрофон. Задача ответить на вопрос. Я могу без остановки выступать часов 12. И это плохо. Плохо, плохо. Я в городе Кемера. У нас сейчас новая администрация, новая власть. Выборы. В рио губернатора Цивилев новый человек в политике. Он перешел из бизнеса. Дело в том, что перед выборами не видно ни одного кандидата других партий. Ни одного. Вот в частности украинцев от ЛТП идет. Он же висит в телевизоре часами. То есть это нечестно. И один еще очень серьезный момент. Бывший губернатор Толеев протестовал с Министерством экологии, что в моно-городе Лесная Поляна открывает разрез. Он был против категорически. Лоббировал своим авторитетом. Новый же губернатор подписал разрешение и разрез. Все в работе. Моно-город Лесная Поляна наш заменит. Как быть с этой ситуацией? Вот теперь смотрите. Смотрите аналитически. Боятся, что другие кандидаты будут, их локаты висеть, будут свободно выступать по телевизору. Значит, в чем причина этого? Страх проиграть выборы. Такие выборы честны? Нет. Абсолютно не честны. И так по всей стране. Все исполняющие обязанности или действующие губернаторы, в любом случае, если пошли на выборы, они исполняющие обязанности. Поэтому, это же все уже длится десятилетиями, когда навязывают этого кандидата. И тогда у них все получается хуже, потому что кандидат хуже других. Он же боится других. Топит их. Нет рекламы, нет телевидения, то другое, третье. Это порог власти. То есть царь боялся как-то выпустить руль из своих рук, депутаты могут назначать пример министра, что решают. Он боялся, кончилось все плохо. КПСС боялась, только одна партия, какие другие партии, какие депутаты. Вот старая болезнь, страх перед настоящей демократией. До сих пор. А Кузбасс самый такой реакционный регион был. Тулеев все подавлял. Ничего там нельзя было сказать. Даже на Зюганова в суд подал. Бывший коммунист Тулеев. На Зюганова такой. То есть сатрат такой. Человек, который, так сказать, все делал, как он считает нужным. Сейчас пришел другой. Он бы мог бы по-другому начать все. Этот разрез, где жители протестуют. Вот это вот опять, как бы вам, в обосновании моего главного тенниса. Они все решают сверху. Думайте о последствиях. Если они положительные, давайте это делать. Но если последствия отрицательные, зачем вы это делаете? Простой пример. Целина. Крущок. Поднять целину. Первый год урожай отличный. Второй хуже. Третий все погибло. То есть целинный землик, это девственная земля. Никто ее не пахал. Она стоит, и там трава растет, и отары овец. Пасутся овцы. Мы ее подняли. Слой, он черноземный. Первый урожай хороший, а потом ветрами выдуло весь чернозем. Ни скота, ни пшеницы. И пустые совхозы стоят, а работы нет. То есть инженеры нам нужны. Мы инженеры, и мы стараемся в нашем вузе, институт мировых цивилизаций, как-то подвинуть наших студентов, чтобы они лучше соображали, чем студенты МГУ, МГИМО, ФИСТЕХ, МФТИ, РГГУ и прочие, вышка, претендующие на то, что они готовят элиту нашего общества. Вот давайте посмотрим, кто лучше. Вот у меня девушка говорила, когда я уйду. Я уйду туда, когда я буду глупее всех остальных. Пока я умнее всех остальных. Пусть глупые уйдут. Как только все глупые уйдут, и я окажусь глупее всех остальных новых руководителей, я обязательно руки вверх подниму. Пока я не вижу, кто был бы умнее меня. Мы продолжаем прямой эфир. Владимир Жириновский в городе Ковров посетил крупный продовольственный рынок Первомайский. Там парламентарий пообщался с продавцами и покупателями, а также оценил качество продуктов. Лидер ЛДПР приценился к местным овощам и фруктам. Продавцы рассказали, что все выращено на своей земле, ничего импортного. Владимир Жириновский подчеркнул, что ЛДПР всегда выступала за поддержку фермерских рынков и что наши фермеры и дачники должны получить возможность снабжать население своей качественной продукцией. В большинстве магазинов на прилавках лежат просроченные или некачественные продукты, часто даже не российского производства. Такая ситуация недопустима, отметил парламентарий. Продолжение следует... Быстрее, быстрее. Пакет 3 килограмма. Рассчитайтесь. Нет, смотри, там у тебя деньги так не надо. Вот сюда. Вот 3 килограмма. 500 рублей. И аккуратно. Даша, сколько тебе лет? 12? 8 лет. Молодец. Молодец. Меня знаешь? Ну как поменять? Молодец. Вспоминай. Бабушка завалилась. Вспоминай. Папа спрашивал. На партии называется. Ничего, что? Молодец. Конечно. Все поняли. Стали отличать мои вопросы. Отними кольцами. Отлинка. Что это? Черника. Твой, Юлия, спасибо. Отрызки вам. Помогу. Колбаса. Краковская какая-то? Полтавская? Чайная? Это колбасу. Мясо в Курдюмах. Нижегородская. Курдюмов? Да, я знаю. Отвечаешь. Вот Нижегородская. Это колбаса из мяса. Колбаса из мяса. Это лысковский. А? Это лысковский. Это лысковский. Лысковский? Да, лысковский. Дайте. Подожим. Кусочек. Или вот это? Вот справа. Я подойду на золотой. Дайте поглядить. Сейчас. Сейчас. Ой, мой золотой. Ну не можно это снизить. Нет, нет. Покажи. Ну мы ждали. Столько времени. Потрогайте. Вниз ставь куда-нибудь. Чего-то не упало. Конечно, вниз. Давай. Или там вылезет. Не свадь. Давай 200. 300. Погачник аккуратно уберемся. 300 сдачи. 300. Слушай, там хоть и что-то в полной. Поймите. Петяй. Петяй. Возьмите ваше. Отваричное. Отваричное. Что это? Молочное. Хорошие. Где мороженое? Молочное. Молочное. Ваша местная? Чего местная? Ковровская вещь что-нибудь? Что покажите? Покажите. Заречья. Что есть? Нет. Заречья. Возьмите ваше. Паракон. Сметана. Возьмите ваше. Сметана. Кефир. Где кефир? Кефир. Кефир. Покажите. Отличное. Наше место. Кефир. Метролен Заря. Хорошо. Печерком. На ночь. Жак Гурдюмов. До вечера стоит. Возьмите в пакете. Сколько стоит? 32. Давайте. 10. Есть большой пакет. Есть. Кефирчик давайте. Жарко. Пакет есть такой. Побольше. Чайк давай. Чайк под пакет дай. Еще пакет. Саша вставай сюда. Отдай подарки. Вот сюда. Возьмите сюда. Молочку возьмем. Молочку. А мы. Сколько стоит дальше? Здесь. 3500. Значит. 3500. 350. 350. 350. Давайте. Защититесь. Попробуем кефир. Местный. А вы помните, как вы его приедете? Ну, конечно. А вы можете сказать? По комам. А можете сказать, как вы его не знаете? Вот. Я третий раз в Коврот. Меня спрашивают. Я помню, как вы его не знаете? Я вот уехал в лес. Все у меня в голове. Свои фирмы. За Коврот. И сейчас приехали. Мы заняли тех. Сложно, конечно. Сложно. Вот у нас про единственное городе. Она маленькая. И чтобы ее попасть, не было. А вы так сказали. Нужно 5 лета прийти, занять очередь. Лидер ЛДПР выступил на митинге перед жителями Владимира. Парламентарий поделился своим мнением по поводу наиболее актуальных вопросов, касающихся как региона, так и всей страны. Это повышение НДС, сроки нахождения у власти чиновников и призвал жителей обращаться в ЛДПР за помощью. Вы сами можете убедиться, что на молодежный форум всей страны фракция ЛДПР привозит самых молодых депутатов. Мы не на словах, а на деле показываем, что даем дорогу молодым. Ребятам из регионов, из Сковской области, из Воронежской области, из Сибири, такие депутаты, как я. Мы все пришли в партию, потому что нам не безразлична судьба своего родного края, своей области, своей страны. И таких молодых патриотов Владимир Жириновский собирает со всей страны. И приятно, что сегодня, в этот погожий день, на эту площадь, в центре Владимира пришли люди разных возрастов, разных поколений. И я очень рад представить вам члена Государственного совета, председателя ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Добрый день. Мы в Владимирскую область объехали всю вдоль и поперек. Знаем даже все города ваши. И Ковров, и Бусь-Хрустальный, и Муром. Даже такие вот маленькие, как камешки и так далее. Вот село Бородино. Хорошо, что нет такого искепеляющего солнца, ибо вся Европа горит. Вчера там было 52 градуса. Такого никогда не было у них. Все это природа с Африки идет, из Сахары. Страшный такой сухой ветер и гонит жару в Европу. У нас тоже проблемы есть, вы знаете. Дальний Восток заливает. И весь урожай у наших граждан, у кого огороды, оказался под водой. Сперва живет по своим законам, но мы должны хотя бы делать то, что нам видно невооруженным глазом. Сейчас я был на рынке, жалуются, кто-то там живет в ветхое жилье. Так и не могут им дать помочь. У кого-то там что-то с газом не так, и газ проникает в квартиру. В Коврове жаловались, что вот в больнице стоит, это здание без окон, без дверей. Поэтому проблемы, в принципе, везде одинаковы. У нас с вами никогда легкой ситуации не было. У нас с вами всегда было много внешних проблем. Приходилось туда направлять деньги. И ваши мощные оружейные заводы тоже работают на военную продукцию. Но все-таки мы ее уже экспортируем. Поэтому эти заводы должны получать свою прибыль. Обязательно должна быть смена власти. Мы такой проект закона предлагали, чтобы был только один срок и только пять лет. Для любого уровня. От директора бани до президента. И все губернаторы, и министры. Не хотят. Не проходит ничего. Вам уже сказали про пенсионную реформу. Что мы против голосовали. Но у них большинство. Поэтому здесь мы не всегда можем вам доказать, что мы работаем на вас. Тысячи законов мы вносим. А они принимают один-два в год. Из наших. От оппозиционных. Важно то, что управлять нужно, чтобы было несколько конкурирующих группировок. Как вот автомобили. У нас и в Нижнемногуре автозавод. И в Тольятти автозавод. И в Ижевск. И так дальше. В Калужской области несколько автозаводов. И вот они конкурируют. Выбирайте тот, который сильнее мотора. И дешевле. А власть-то вы. Они вас заставляют голосовать только за эту одну партию.